Кошек, собак и других домашних питомцев предлагают включить в законопроект об обязательной маркировке. Министерство сельского хозяйства России готовит поправки, обязывающие хозяев клеймить или чипировать своих животных. Как первоуральцы относятся к учету домашних питомцев, узнавала Елена Цивилева. В доме у Татьяны живут два кота и кошка. Зимой они чаще всего проводят время дома, а вот летом на улице. Татьяна рассказывает, хоть и привыкла, что ее питомцы самостоятельны, но иногда они дают повод переживать. Сямский кот Сяма, например, однажды пропал на два дня. Очень часто бывают такие случаи, что если котик красивый, ухоженный, породистый может быть даже, его просто могут действительно забрать люди, которые мимо проходят, у нас несколько коллективных садов, просто забрать себе и кота потом не найти. Домашних питомцев могут включить в закон об обязательной маркировке и учете. Еще в ноябре прошлого года законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в области ветеринарии был внесен на рассмотрение в Госдуму. Но в нынешней редакции статьи касаются только сельхозживотных. Поэтому Министерство сельского хозяйства России готовит поправки, касающиеся и домашних питомцев тоже. Гарик – породистый пес с родословной и клеймом. Он знает больше десятка команд, не раз участвовал в выставках. Екатерина рассказывает, за 8 лет Гарика ни разу не теряла. Но даже самый воспитанный пес может сорваться с поводка и потеряться. Например, испугаться салютов или увлечься другими собаками. Поэтому, несмотря на то, что питомец Екатерины клейменный, она задумывается о чипировании. «Клеймо нам поставили в два месяца. Его уже не видно. Он и под шерстью. И я уже говорю, что у меня собака такая активная. Всяко может быть. И был уже такой вопрос поставлен. Скорее всего, вот этой весной я его сочипирую». Зоозащитники полностью поддерживают обязательную маркировку домашних животных. Говорят, в Первоуральском приюте более 200 потерявшихся собак и кошек, которых в случае идентификации было бы проще найти. Кроме того, если у животного будет чип или клеймо, проще будет привлечь к ответственности безответственных хозяев. «Чтобы знать, кто бросил своё животное, кто расплодил своего кошку или собаку, необходимо вести систему строгого учёта. Без этого, без введения штрафов, мы никак не решим проблему с бездомными собаками и кошками». Учёт животных предполагают сделать бесплатным, а способы идентификации разными, чтобы люди сами могли выбирать, как именно маркировать своего питомца – биркой, клеймом или чипом. Поправки о домашних питомцах в законопроект планируют внести ко второму чтению. В первом же чтении его рассмотрят уже 26 января. Елена Цивилёва, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.